Началась операция по отмыванию фашистского кобеля Навального от наросшей кармы провокатора. Главная проблема, которую предписано закрыть, ощущение фейковой отсидки персонажа. Даже дураку понятно, что ни один заключенный не может столь обильно писать в интернете, сидя в ШИЗО и подключаясь к цивилизации по внутричерепному вайфаю. Пожалуй, на такое способен только Яшин, но Илюша птица помельче. А в Навального Навале настолько денег конторы, что бросать и больно, и убыточно. Проще осуществить спецоперацию. И вот в телеграм-каналах распространяются всякие нарративы о том, что ни Певчих, ни Волков ни разу не агенты ФСБ. Видишь Волкова? Забудь про лубянскую кличку Азеф. Он чист, аки-младенец. Видишь Певчих? Забудь, что ее папаша владелец секретных биолабораторий, где разрабатываются в том числе и яды. Уж не одним ли из этих эликсиров его дочь Мария, прилежная ученица фашистского идеолога Дугина, напоила Навального со словами «Уснешь как оппозиция, зато проснешься как царь-новомученик». Проблема Навального стояла перед системой тогда очень остро. Там уже были такие траблы внутри семьи, что злые языки стали открыто поговаривать о неизбежном разводе оппозиционной парочки. Требовался яркий и неожиданный ребрендинг. А как его обтяпать? Только с помощью эмоционального сценарного хода, который бы встряхнул и включил эмпатию, закрыв все былые претензии к фигуранту. Мучительное отравление и чудесное спасение агента Навального поначалу впечатлила общественность, но потом эффектная дымка стала рассеиваться, и появились трезвые вопросы. В Германии стали что-то подозревать, и отравленца пришлось срочно эвакуировать обратно в пещеру, дабы сравнение анализов не вскрыло обман. Причем прятать агента с его несвязными хвостами надо было столь глубоко, что приемлемой оказалась только тюремная легенда. Но судя по тому, как сейчас активно создают новый фон для сидельца, его образ изрядно истрепался и помутнел. Все эти шарики-фонарики с тюремным профсоюзом и интервью из узилища пахнут такой спецтухлятиной, что даже самый доверчивый лопушок начинает морщиться. Что-то здесь не так. И вот новый ребрендинг. 19 лет. Камера-одиночка. Никаких свиданий и моляв на волю. А с прежними письмами, постами в инстаграм про бомжей и странными интервью, виноват Албуров, которому предписано сглатывать вопросы и оправдываться перед суровым птенцом Венедиктова Александром Плющевым. Навального явно готовят к выходу в новом акте пошлой фашистской пьесы, для чего вот-вот поднимут занавес. А пока актера надо спрятать, чтобы публика успела по нему соскучиться. Личный куратор Сергей Борисович Королев своих не бросает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова